Глава девятнадцатая Что сделано с душою каждого из них Увидев это, он встал и пошел Чтобы спасти жизнь свою И пришел в Версавию, которая в Иудее И оставил отрока своего там А сам отошел в пустыню на день пути И придя, сел под можжевеловым кустом И просил смерти себе и сказал Довольно уже, Господи, возьми душу мою Ибо я не лучше отцов моих И лег и заснул под можжевеловым кустом И вот ангел коснулся его и сказал ему Встань, ешь И взглянул Илия И вот у изголовья его печеная лепешка И кувшин воды Он поел и напился И опять заснул И возвратился ангел Господень во второй раз Коснулся его и сказал Встань, ешь Ибо дальняя дорога пред тобою И встал он, поел и напился И подкрепившись тою пищею Шел сорок дней и сорок ночей До горы Божией Харива И вошел он там в пещеру И ночевал в ней И вот было к нему слово Господне И сказал ему Господь Что ты здесь, Илия Он сказал Возревновал я о Господе Боге Саваофе Ибо сыны Израилевы оставили завет твой Разрушили твои жертвенники И пророков твоих убили мечом Остался я один Но и моей души ищут, чтобы отнять ее И сказал Выйди и стань на горе пред лицом Господним И вот Господь пройдет и большой и сильный ветер Раздирающий горы и сокрушающий скалы Пред Господом, но не в ветре, Господь После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь После землетрясения огонь, но не в огне, Господь После огня веяние тихого ветра Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милотью своею и вышел И стал у входа в пещеру И был к нему голос и сказал ему Что ты здесь, Илия Он сказал Возревновал я о Господе Боге Саваофе Ибо сыны Израилевы оставили завет твой Разрушили жертвенники твои И пророков твоих убили мечом Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее И сказал ему Господь Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией А Иуя, сына Намессиена, помажь в царя над Израилем Елисея же, сына Сафатова, из Авел Михолы, помажь в пророка вместо себя Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй А кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом И всех сих уста не лобызали его И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою И оставил Елисей валов и побежал за Илию и сказал Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их И зажегший плуг валов и сжарил мясо их И раздал людям, и они ели А сам встал и пошел за Илию И стал служить ему Глава двадцатая Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско И с ним были тридцать два царя и кони и колесницы И пошел, осадил Самарию и воевал против нее И послал послов Кахаву, царю Израильскому, в город И сказал ему Так говорит Винодад Серебро твое и золото твое мои И жены твои и лучшие сыновья твои мои И отвечал царь Израильский и сказал Да будет по слову твоему, господин мой царь Я и все мое твое И опять пришли послы и сказали Так говорит Винодад Я послал к тебе сказать Серебро твое и золото твое И жен твоих и сыновей твоих отдай мне Поэтому я завтра к этому времени Пришлю к тебе рабов моих Чтобы они осмотрели твой дом И домы служащих при тебе И все дорогое для глаз твоих Взяли в свои руки и унесли И созвал царь Израильских всех старейшин земли И сказал Замечайте и смотрите Он замышляет зло Когда он присылал ко мне за женами моими И сыновьями моими И серебром моим И золотом моим Я ему не отказал И сказали ему старейшины И весь народ Не слушай и не соглашайся И сказал он послам Винодада Скажите господину моему царю Все о чем ты присылал в первый раз К рабу твоему Я готов сделать А этого не могу сделать И пошли послы И отнесли ему ответ И прислал к нему Винодад сказать Пусть то и то сделают мне боги И еще больше сделают Если праха самарийского Достанет по горсти для всех людей Идущих за мною И отвечал царь Израильский И сказал Скажите Пусть не хвалится Подпоясывающийся Как распоясывающийся Услышав это слово Винодад Который пил вместе с царями В палатках Сказал рабам своим Осаждайте город И они осадили город И вот один пророк Подошел к Ахаву Царю Израильскому И сказал Так говорит господь Видишь ли Все это большое полчища Вот я сегодня придам его В руку твою Чтобы ты знал Что я господь И сказал Ахав Через кого? Он сказал Так говорит господь Через слух областных начальников И сказал Ахав Кто начнет сражение? Он сказал Ты Ахав счел слуг Областных начальников И нашлось их Двести тридцать два После них счел Весь народ Всех сынов Израилевых Семь тысяч И они выступили В полдень Винодад же Напился допьяно В палатках Вместе с царями С тридцатью двумя царями Помогавшими ему И выступили прежде Слуги Областных начальников И послал Винодад И нанесли ему Что люди Вышли Из Самарии Он сказал Если за миром Вышли они То схватите Их живыми И если На войну Вышли Так же Схватите Их живыми Вышли из города Слуги Областных начальников И войско За ними И поражал Каждый Противника Своего И побежали Сирияне А израильтяне Погнались За ними Винодад же Царь Сирийский Спасся на Коне С всадниками И вышел Царь Израильский И взял Коней И колесниц И произвел Большое Поражение У Сириян И подошел Пророк К царю Израильскому И сказал ему Пойди Укрепись И знай И смотри Что тебе делать Ибо По прошествии Года Царь Сирийский Опять Пойдет Против тебя Слуги Царя Сирийского Сказали ему Бог их Есть Бог гор Поэтому Они Одолели Нас Если Мы Сразимся С ними На равнине То верно Одолеем Их И так Вот что Сделай Удали Царей Каждого С места Его И вместо Них Поставь Областеначальников И набери Себе Войско Столько Сколько Пало У тебя И коней Сколько Было Коней И колесниц Сколько Было Колесниц И сразимся С ними На равнине И тогда Верно Одолеем Их И послушался Он Голоса Их И Сделал Так По Прошествии Года Винодад Собрал Сириан И Выступил Кафеку Чтобы Сразиться С Израилем Собраны Были И сыны Израилевы И Взяв Продовольствие Пошли Навстречу Им И Расположились Сыны Израилевы Станом Пред Ними Как Бы Два Небольшие Стадо Коз А Сириане Наполнили Землю И Подошел Человек Божий И Сказал Царю Израильскому Так Говорит Господь За то Что Сириане Говорят Господь Против Других Семь Дней Седьмой День Началась Битва И Сыны Израилевы Поразили Сто Тысяч Пеших Сириан В Один День Остальные Убежали В город Афек Там Упала Стена На Остальных Двадцать Семь Тысяч Человек А Винодад Ушел В город И Бегал Из Одной Внутренней Комнаты В Другую И Сказали Ему Слуги Его Мы Слышали Что Цари Дома Израилева Цари Милостивые Позволь Нам Возложить Вретище На Чресла Свои И Веревки На Головы Свои И Пойти К Царю Израильскому Может Быть Он Пощадит Жизнь Твою И Опоясали Они Вретищами Чресла Свои И Возложили Веревки На Головы Свои И Пришли К Царю Израильскому И Сказали Раб Твой Винодат Говорит Пощади Жизнь Мою Тот Сказал Разве Он Жив Он Брат Мой Люди Винодат Говорит Говорит Убьет Говорит Говори Ты Ты Решил Он Тотче Снял Покрывало С Глаз Своих И Узнал Его Царь Что Он Из Пророков И Сказал Ему Так Говорит Господь За то Что Ты Выпустил Из Рук Твоих Человека Заклятого Мною Душа Твоя Будет Вместо Его Души Народ Твой Вместо Его Народа И Отправился Царь Израильский Домой Стревоженный И Огорченный И Прибыл В Самарию Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 108 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтение на сегодня, третья книга царств, главы 19 и 20. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы узнаем, что Священное Писание говорит о том, как преодолеть стресс и как, в более серьезных случаях, выйти из депрессии, на примере пророка Ильи. Первый вопрос, который очень важно задать, звучит так. Каковы причины того, что человек оказывается в состоянии стресса, переходящего в депрессию? При исследовании жизни пророка Ильи обнаруживается следующий ответ. Это истощение, бурные в эмоциональном, духовном и физическом отношении события в жизни человека. Они делают его уязвимым и приводят к состоянию депрессии. У пророка Ильи именно в этот период его жизни был целый ряд таких факторов. Во-первых, три с половиной года преследований и скитаний. Первые три стиха 17 главы 3 книги Царств рассказывают. «И сказал Илья Фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана». Представить перед лицем царя, который учинил в Израиле культ Ваала по наущению своей жены Изавели, в то время, когда язычество стало официальной государственной религией, и сказать «Жив Господь, перед которым я стою», и произнести вот это пророчество о том, что не будет ни росы, ни дождя, для этого нужна была большая смелость. И Илья, пророк, ею обладал. И вот произнеся это, открыто встав в оппозицию государственной власти, пророк слышит Божий голос «Пойди отсюда, обратись на восток и вскройся, он вынужден скрываться, ибо он теперь в немилости у государя». После этого, как рассказывают 8 и 9 стихи 17 главы Третьей книги Царств, было к нему слово Господне «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Божий пророк вынужден идти в финикийский город. Он оставляет родину, он переходит границу, он вынужден скитаться на чужбине, и так проходит еще некоторое время. Причина вот этих скитаний обнаруживается в стихах 7 по 10, 18 главы Третьей книги Царств. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его, и пал на лицо свое, и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего руки Ахава, чтобы умертвить меня?» Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. Говоря современным языком, пророк Илья был объявлен террористом международного значения. Ахав разыскивал его в разных народах, во всех царствах. И таким образом пророк Божий стал персоной, преследуемой повсюду. Следующий фактор, который обнаруживается в жизни пророка Ильи, сыгравший свою роль в депрессии, которую мы обнаружим в библейском повествовании касательно пророка Ильи чуть позже, это событие на горе Кормил. 18 глава, 3 книги царств, стихи с 36 по 39 рассказывают. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, «Господи Божий Авраамов, Исааков и Израилев, да познает все день, что Ты один, Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Гора Кармил стала местом духовного противостояния между пророком Господним и пророками Ваала. Была одержана Великая Победа. И тем не менее, как это ни парадоксально звучит, именно гора Кармил стала одним из определяющих факторов, которые привели к депрессии пророка Ильи. Многим кажется, что депрессия – это следствие каких-то негативных событий в жизни человека. Однако сегодня известно, что это вовсе не обязательно так. Любая бурная деятельность, в результате которой истощаются эмоциональные и физические силы человека, потенциально может привести к депрессии. Следующий фактор, который указан в Слове Божьем, это угроза Иезавели, жены царя Ахава. Первые два стиха, 19 главы Третьей книги царств. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Ильи сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра, к этому времени, не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». И вот теперь реакция пророка. Стихи 3 и 4. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот здесь как раз и проявляются признаки депрессии. Он желает смерти. Он ведет себя нелогично. Он убегает, чтобы спасти свою жизнь, и просит смерти себе. Вот это некоторые предпосылки, некоторые причины, которые привели к состоянию депрессии у пророка Ильи. И вот теперь давайте посмотрим на Божьи лекарства. Во-первых, это сон. Стихи 5 и 6 дважды упоминают. И лег, и заснул. Шестой стих. Поел и напился, и опять заснул. Сон является чрезвычайно важным фактором в защите от депрессии, и в восстановлении после депрессии. Далее упоминается питание. Сказано, что ангел коснулся его. Пятый стих. И сказал «Встань, ешь». И взглянул Илья. Шестой стих. И вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Далее стихи 7 и 8. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, и сказал «Встань, ешь». И встал он, поел и напился, и подкрепился тою пищу». Нужно хорошее сбалансированное питание для восстановления физических сил. В-третьих, это одиночество. Ангел говорит ему о том, что дальняя дорога перед тобою. И он встал, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива или Синая. Необходимо побыть наедине с самим собою. Придя туда, как рассказывает 9 стих 19 главы 3 книги Царств, он вошел там в пещеру и ночевал в ней. 40 дней один на один с собою. Вот такие периоды нужны тем, кто очень сильно загружен. Периодически необходимо оставаться в одиночестве, для того, чтобы восстановились силы внутреннего мира. Четвертый очень важный фактор – это пребывание на природе. Он отправился на Синайский полуостров. Это не пустыня в привычном смысле слова. Это пустынная местность. Это природа. Это горная местность. Это ручьи. Это зелень, деревья. Это место, где можно быть на Божьей природе. И, наконец, пятый очень важный момент – это общение с Богом. Когда он пришел туда, начиная с 9 стиха, Слово Божье рассказывает, «Было к нему слово Господне». И сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал. И вот дальше он начинает рассказывать, что произошло, почему он там. Он общается с Господом. И вот, побыв там, в общении с Господом, встретившись с Ним, пророк получает новые силы, обретает новую уверенность для совершения служения. Он отправляется теперь по поручению Господню для того, чтобы совершить Божье дело. Бог в Своем Слове учит нас, как заботиться о своем эмоциональном и физическом здоровье. Человек особо уязвим после бурных событий, напряженного труда или же великих побед, так как он истощен. Организму нужно время, чтобы восстановиться. Нужен сон, хорошее питание. Необходимо побыть одному, побыть на природе. И главное, побыть в общении с Богом. Один на один. Откровенно и искренне. Вот в этом проявляется Божья забота о человеке.